Всем привет, ребята! Сегодня у меня будет достаточно странная тема для 21 века. Я до недавнего времени как-то считал, что в наше время народ хоть как-то подружился с компьютером. Народ может что-то выбрать, что-то заказать в интернете, оплатить, заполнить какую-то регистрацию там на сайте. Нет, ребята, это все далеко не так. Оказывается, больше половины моих знакомых совершенно не дружат с компьютером и привыкли делать все покупки вживую, ну, в обычных магазинах в городе. И постоянно ко мне приходят и спрашивают, Саня, вот я хочу купить там катушку, воблер, крючки, еще что-нибудь, плетенку. И я слышал, говорят, что на Али это можно сделать дешевле, чем в наших магазинах. Но я не умею покупать на Али. Я вообще, говорит, в интернете ни разу ничего не покупал. И вот, тема сегодняшнего видео будет звучать так. Это вот самый частый вопрос, с которым ко мне приходят. Это как зарегистрироваться на Али, как правильно написать свой адрес на Алиэкспрессе, чтобы вам посылки приходили все, а не половина только. Многие жалуются, что вот заказал пять посылок, пришло только три. Две не пришло. Я, ребята, не знаю, как вы там регистрировались. Я заказывал на Али больше, наверное, ста товаров, и мне пришло абсолютно все. Ну, не было ни разу такого, чтобы мне не дошла какая-то посылка. Вот сегодня я вкратце покажу маленькую хитрость, как записать правильный адрес на Алиэкспрессе, чтобы вам посылки доходили. И также покажу, как выбрать правильную катушку на Алиэкспрессе, и как ее заказать, как оплатить. Ну, начнем с чего. Вот мы находимся на Алиэкспрессе. Это вот мой любимый магазин с катушками. Вот так вот он называется. И вот нам надо войти на Алиэкспресс. Вот тут есть кнопочка. Я-то здесь зарегистрирован, ребята, но будем считать, что не зарегистрирован. Вот тут есть кнопка «Зарегистрироваться». Мы давим кнопку «Зарегистрироваться». И вот здесь заполняем все вот эти вот строчки. «Электронная почта», «Как вас зовут», «Имя», «Фамилия», «Пароль», «Подтвердить пароль» и ввести код с картинки. Если вам код здесь плохо виден, давим кнопочку «Обновить код». Вот он поменялся. И вот здесь вот все заполняем. И вот здесь вот, ребята, есть маленькая хитрость. Все вот эти строчки лучше всего заполнять английскими буквами. Также потом, когда вы будете создавать ваш профиль, там надо будет написать ваш адрес доставки. Настоящее имя, фамилия, телефон, адрес электронной почты также. И все там надо писать английскими буквами. И тут у народа появляется ступор. «Я не знаю», говорят, как написать свой адрес английскими буквами. Ребята, ну ведь все в школе учили английский или немецкий язык. Но если вы даже плохо его учили, то в интернете существует Яндекс.Переводчик. Вот здесь вот ставим галочку, чтобы с русского на английский. И тупо пишем. Живете вы, к примеру, в Москве. Адрес ваш надо записать. Или имя, фамилия. Ну давайте имя, фамилия. Вот я, к примеру, Афонин Александр Васильевич. Пишем. Афонин. Вот тут появилось, как это будет английскими буквами. Пишем дальше. Александр. Появился Александр. Копируем отсюда и вставляем свой профиль на Алиэкспрессе. Также с адресом. Все точно так же. Живете вы, к примеру, в Москве. Пишем. Москва. Вот вам. А, наверное, не Москва. Москва. Вот вам, Москва. Вот так пишется. Улица там, к примеру, ну не знаю. Например, шарика подшипниковая. И вот тут вот, ребята, есть хитрость. Как вы видите, шарика подшипниковая перевелась на английский язык. Вот так вот, ребята, писать не надо. Лучше запишите шарика подшипниковая просто английскими буквами. То есть, русские буквы заменяем английскими. Так как вот по этому адресу вам вряд ли что-то придет. Наши одаренные парни или девушки на почте России вряд ли поймут, куда это слать. А если у вас какая-нибудь там нормальная улица, там, Академика Петрова, Академика Петрова. Как вы видите, все как положено можно прочитать. И наши русские ребята на почте это поймут. Вот так вот мы заполняем весь профиль на Алиэкспрессе. Далее там есть кнопочка прикрепить свою карту. Там вы вводите номер своей карты. Любой. Виза или там еще у вас какая. Неважно. Алиэкспресс берет практически все карты любых банков. И все, ребята. После того, как мы зарегистрировались, мы входим в свой профиль. Вот так это выглядит. Войти. Все. Мы уже на Алиэкспрессе под своим именем. Теперь нам остается только выбрать то, что нам надо. Ну так как сегодня тема у нас по катушкам, я вам немножко расскажу, как искать катушки. Вот хотя бы на данном сайте. Сайтов там много. Ну вернее, не сайтов, а магазинов. Вот название магазина сверху. Катушками тут торгует много кто. Но это вот самый большой магазин. К примеру, мы знаем название катушки, которую мы хотим. Ищем. Вот, к примеру, мы хотим Страдик. Вот мы нашли Страдик. Давим. Смотрим его характеристики. Почему это важно, ребята? Сейчас на Алиэкспрессе очень много катушек с высокой передаткой. Ну, не всем нравятся катушки с высокой передаткой, поэтому следует читать описание, а не только название катушки и выбирать ее размер. Лучше, конечно, брать катушки с передаткой от 4,7 до 5,3. Вот такие катушки с передаткой 6,1 к 1, 6,3 к 1. Ну, такие катушки они немножечко слабей, немножко у них ход потяжелее, чем у катушек 5,1 4,8 к 1. Поэтому лучше брать с низкой передаткой, а не с высокой. Ну, хотя на своей практике я заметил, что особой разницы нет. Даже когда разбираешь катушку, смотришь на зубчики, существует такое мнение, что на главной паре на катушках с большой передаткой, там 6 к 1, 7 к 1 передатка, если то, зубчики мелкие, и они быстро сотрутся. Нет, ребята, на глаз они совершенно такие же, что на 4,8 к 1, что на 6,3 к 1. Вот на глаз вы возьмете вот так вот две главные пары от катушки, от катушек, и вы на глаз не поймете, какая из них какая. Можно с легкостью перепутать. Просто где больше передаточное число, там просто будет на один зуб где-то больше, а где-то меньше. И вот мы читаем описание. Нам желательно вот хотим мы купить страдик себе вот C4. Например, размер мы хотим 2, 2,500. Выбираем. Вот он здесь стоит 14,000 рублей. Во-первых, это дорого. Во-вторых, мы смотрим вот тут в описании. Какая здесь передатка. вот есть передатка. 6 к 1 и только страдик в размере 2,500 у нас 5 к 1. Но мы лучше поищем естественно катушечку и подешевле найдем тот же страдик и также мы сможем найти, чтобы у нас было 5 к 1. Возвращаемся назад, ищем другой страдик. вот у нас попался другой страдик. Но это страдик 15-го года и он тоже хай-гир. Тоже с большой передаткой. Тут сразу в описании написано. Дальше ищем страдик, страдик, страдик. Нет на этой странице. Переходим на другую страницу. вот за 9000 у нас страдик. Смотрим, что это у нас за страдик. С4 и что тут у нас в описании пишут? Какая у него передатка? Тоже 6 к 1. Тоже не хотим. Ищем дальше, не торопимся. Сидим, выбираем. Находим вот еще один такой же страдик за десяточку. Смотрим, какие его характеристики здесь. Так, здесь мы уже видим, что 5 к 1, 4 и 8 к 1. Ниже смотрим. Вот они, ребята, правильные страдики. 4000 страдик. я бы рекомендовал для джига, для весов от 20 грамм и до 40 примерно. Выдержит, ничего страшного, проверено. И у него передатка аж 4 и 8 к 1. Обалденная передатка для джига. У 3000 страдика 5 к 1. И у всех остальных тоже 5 к 1. Это идеальный страдик, который мы можем купить на Алиэкспрессе. Все, что нам надо, его выбрать. Вот здесь размер. Я, например, хочу взять 3000 подшипники. Вот нам высветилась цена. и я бы вам советовал выбрать не бесплатную доставку, а доставку, к примеру, Е-пакет. Вот здесь есть такая доставка. Ну, кому не жалко денег, естественно. Здесь почему-то как-то дорого. Обычно Е-пакет стоит 100 с чем-то рублей. Ну, тут почти 500. У разных продавцов по-разному. И вот выбираем платную доставку. Так у нас будет посылка идти стрек-номером, отслеживаться. И кладем в корзину. Перейти к корзине. Вот мы здесь с вами видим, что мы добавили нашу катушечку в корзину. вот общая стоимость, которую мы должны заплатить за нашу посылочку. И давим заказать у этого продавца. Вот мы попадаем на страничку, где мы с вами заказываем нашу катушечку. вот тут адрес доставки мой записан английскими буквами. Детали заказа. Вот здесь номер моей карты, уже который был введен в профиль. мы просто давим кнопку подтвердить и оплатить и все. Если мы к примеру хотим оплатить с другой карты, вот здесь вот есть кнопка другой способ оплаты. Виза, мир, мастер-карт, все, что угодно здесь. Вот здесь вводим номер вашей карты, срок действия, имя владельца, ну, все как положено, и подтвердить и оплатить. Все, после этого мы сидим дома, курим бамбук и ждем, пока китайцы нам пришлют нашу катушку. То же самое мы делаем с любым товаром на Алиэкспрессе. Если кому-то например интересно эта информация, то здесь под каждым товаром можно почитать отзывы. Как видите, вот данный товар, который мы выбрали, 80 человек поставило высокую оценку. 4 звезды, 8 человек, ну, и почитать можно. Вот тут чувак поставил одну звезду. Я очень разочарован продуктам. Ну, и все дела. Таких вот ребят, которые тут разочарованы, он один человек из ста. На них можно не обращать внимания. Все остальные пишут, что все хорошо. Ну, это кому интересно. Я обычно отзывы редко когда читаю, так как у нас много неадекватных людей, достаточно почитать комментарии под моими видео, и все сразу становится ясно. Кто о чем думает, и у кого какие тараканы в голове. Кому-то там с Алиэкспресса даже цвет стирашки не понравился. Я помню, видео было, там какой-то парень заказывал какие-то фломастеры, еще что-то заказывал, и стирашки какие-то там хитрые. И вот он жаловался в своем видео, что ему стирашку, которая стоит там не знаю три копейки, стирашку прислали не того цвета. Он был в бешенстве, разочарован. Как это так? Его обманули? Еще что я хочу сказать, ребята, про катушки с Алиэкспресса. Не надо, ребята, бояться, что катушки с Алиэкспресса какие-то не такие, как в наших магазинах. Они, ребята, точно такие же. Если вот правильно выбирать, смотреть передаточное число, другие характеристики, все правильно здесь оформить заказ, вам и катушечка нормально придет, и будет она точно такого же качества, как бы вы заказали, к примеру, из Японии. Нет никакой разницы, где заказывать. В японских магазинах или в китайских. Так как все вот эти катушки Кидаево, Шимано. Последнее, ну, я не знаю уже сколько времени, ну, несколько лет, все вот эти вот катушки ценой, ну, до топовых имеется ввиду, делаются в Китае, в Малайзии, еще там где-то Тайвань, ну, все такое. Все делается не в Японии. В Японии сейчас делают, ну, я не знаю, наверное, две-три катушки самого, самые топовые. Это там какие-нибудь Стеллы и тому подобное, которые стоят у нас тут по 70 тысяч. На Алиэкспрессе Стеллу можно, к примеру, найти за тысяч сорок. Может, даже и дешевле сейчас можно найти. Поэтому не бойтесь, покупайте на Алиэкспрессе, ничего тут такого нет. Естественно, если вы знаете, что хотите. И вот специально под этим видео я подобрал самые лучшие катушки вот с этого данного магазина и оставил на них ссылочки. Вам остается только посмотреть, проверить, не ошибся ли я передаточное число. Желательно смотрите 4,8 к 1, 5 к 1 катушечку. Ну, хотя и 6 к 1 это, ребята, не критично. Ну, это я уже по кругу начал вам рассказывать одно и то же. кому надо, регистрируйтесь на Алиэкспрессе, заказывайте и не бойтесь. Все придет, все будет нормально. Также некоторые еще жалуются, что вот они из Китая там приходят все в люфтах, вот с Японии они не такие. Да блин, ребята, такие, там те же катушки. Эти же самые китайцы делают для японцев. И у меня есть катушки напрямую с Японии заказанные. Есть катушки, которые заказаны сайтов посредников с Японии. Таких как ZenMarket сайта у меня катушка есть. Также у меня есть катушка, которую мне присылал Александр Таймень. Многие из вас его знают. Вот он мне биомастера присылал. Тот напрямую из Японии был привезен. Вообще прям из японского магазина, который находится в самой Японии без посредников. И вот все эти катушки, что с Алиэкспресса, что с Японии, что с ZenMarket они абсолютно одинаковые, ребята. Абсолютно. Нет никакой разницы. Даже кажется с Японии я там шайбочки ставил. С ZenMarket кажется шайбочек не ставил. Все зависит от того, в каком ценовом сегменте вы покупаете катушку. Чем дороже катушка, тем лучше она будет естественно отрегулирована на заводе. Все отличие между этими катушками может быть только в том, что где-то люфтик побольше. То есть на сборке кто-то там не подобрал шайбочку пленился подобрать шайбочку нужной толщины и положил чуть потоньше. Все эти шайбочки тоже можно купить в интернете. Регулировочные шайбы. Вот, ребята, нам попался сайтик, где тут есть экономайзер для шпули, чтобы бэкинг не мотать. Ну, тут для пятитысячного размера. Также тут и подшипники, и шайбы, вот они, шайбочки. Ну, вот, к примеру, нашли сайт, и также мы можем здесь все купить, любые запчасти для любой, я думаю, катушки. Если вот посидеть, не торопиться, найти, и можно найти абсолютно любые запчасти. Ладно, ребята, видос я опять длинный снял, затянул. Как я уже сказал, ссылки на самые ходовые катушки с Алиэкспресса, самые нормальные, которые я сам пользовался, держал в руках, я оставлю под видео в описании. Регистрируйтесь, не бойтесь, покупайте, это дешевле, чем в России, по-любому. Всем удачи, пока.